Продолжение следует... Или я не туда целюсь? Миш, подскажи, пожалуйста. Два раза в год мы собираемся на стратегию и задаем себе почти каждый год одни и те же вопросы. Будет или не будет кризис? Как он на нас повлияет? Какие стратегии важны? Как нужно с этим работать и на что вообще делать ставку? За больше уже чем 15 лет мы увидели смены популярности тех или иных технологий. Мы смотрим на них, размышляем и каждый раз, когда начинается новая волна, не совсем понятно, как вообще выбрать фундамент. Будет ли это работать технология? Повлияет ли она на перестроение бизнеса или нет? И в этом формате у нас сформировалась некая структура рассуждений, о которой я попробую вам рассказать. Возможно, она вам будет полезна для того, чтобы строить свои отношения с клиентами и строить стратегию для своей компании. И в рамках этого доклада я рассмотрю несколько вопросов. Стратегию, как устроены рынки и как влияют технологии на эти рынки. Ну, все-таки, вот что-то здесь хитрое происходит. Видимо, мне нужно где-то здесь находиться, чтобы перелистнуть. Много людей уже защитили диссертации о том, что кризисы регулярно происходят. Раз в какое-то время происходит кризис. Они бывают разные, по-разному влияют на рынок. Но, тем не менее, для нас всегда это неожиданность. С одной стороны, мы боимся и понимаем, почему боимся. Потому что наш бизнес или вообще наши жизни могут как-то быть с этим связаны. Но, с другой стороны, я предлагаю научиться смотреть на это немного по-другому. С одной стороны, философски, как будто бы это нас не касается. С другой стороны, понимать, почему и какие бизнесы происходят, на какие бизнесы влияют кризисы. Итак, кризисы бывают разные, экономические, политические, самые разные. И в рамках этих кризисов цепляет бизнес. Вот то, что происходит у нас сейчас, в принципе, это нельзя назвать кризисом в большом формате. Потому что во всем мире, по большому счету, кризиса нет. Хотя, если посмотреть на графики роста, то оказывается, что вообще многие страны не так хорошо себя чувствуют. Последний большой кризис – 2008 год. И здесь, собственно, воловой мировой продукт. Мы видим, что мы, в общем-то, не так хорошо и выбрались из этого кризиса. Но если посмотреть опять же на статистику, то можно сказать, что экономика США, в истории экономики США, нет интервала больше 9 лет, когда бы не случался кризис. Последний был в 2008 году. То есть, в принципе, с большой вероятностью можно сказать, что в 2017 начнется то, что можно будет действительно назвать настоящим кризисом. Итак, на эту ситуацию, наверное, стоит смотреть просто. Они будут происходить, будут происходить регулярно. И мы должны научиться строить и жить в рамках этой стратегии. Теперь стоит посмотреть на то, как развиваются рынки, этапы развития рынков. Многие помнят такой график. О нем часто говорят, когда есть инноваторы, последователи. Но удивительно странный график, почему происходит уменьшение, снижение этого графика. Вообще, если говорить о зрелости рынка, то, в общем-то, линия должна возрастать. Очень редко задаются вопросом, а что по оси Y расположено. То есть, если мы говорим об этом графике, как об этапах развития рынка, то что-то здесь не так. Потому что аудитория должна вырасти. На самом деле, это, видимо, не про этапы развития рынка, а некоторая путаница. Это скорее про количество людей, готовых использовать технологию, нежели об этапах развития рынка. Если же смотреть на этапы развития рынка, растущий рынок, мы видим очень резкий рост и увеличение по оси Y числа клиентов, которые пользуются чем бы то ни было. Ну, давайте, например, рассмотрим мобильную связь. И рассмотрим, например, какой-нибудь 98-й год, кризис 98-го года. Мобильная связь только начиналась, и получается, что даже в условиях кризиса рост компании будет составлять, ну, предположим, не 200%, а 180-100%. Но он все равно будет. Потому что, по большому счету, настолько востребована технология, что будет продолжаться рост даже в условиях экономических проблем. Таким образом, получается, что когда мы работаем на растущем рынке, мы, в общем, можем не смотреть на ситуацию, которая связана с кризисом. Либо быть уверены в том, что мы будем расти достаточно быстро. Что характерно для зрелого рынка? По оси Y число абонентов мобильной связи. Вот сейчас можно сказать, что число абонентов мобильной связи достигло максимума. Оно, по большому счету, уже не будет расти, потому что 120-130% симок, как они говорят, находятся у людей на руках. Тем самым рынок насыщен, и все, в общем-то, можно сказать, что завершилось. Посмотрим на зрелость и незрелость рынка еще с другой стороны. Что это означает? Растущий рынок говорит нам о том, что, ну, например, занято только 10%. То есть, например, у 10% людей в 98-м году располагали мобильные связи. А все остальные ничего не знали об этом рынке. Это значит, что на растущем рынке не нужно бороться с конкурентами. Нужно бороться за новых клиентов. Нужно искать и расширять свою территорию за счет, по сути, пустого рынка. Если же мы смотрим на зрелый рынок, по большому счету, уже не нужно рассказывать людям, что такое мобильная связь. Все, по большому счету, знают, что это такое. Но существует очень высокая цена перехода между клиентами. Рынок поделен, то есть нету больше абонентов, у которых нету сим-карт. Но существует такой термин, как цена перехода. Вот, собственно, два ключевых элемента, которые определяют наше восприятие. Вот то, как мы будем строить стратегию с точки зрения рынка. Зрелый или незрелый. Цена информирования и цена перехода. Конечно, если бы цена перехода была нулевой, отправила смс на мобильный телефон, и ты уже не на мегафоне, а, например, на билайне или на МТСе, и мы могли бы очень легко и быстро менять оператора. Тогда, скорее всего, пирожки могли бы меняться каким-то более динамичным образом. Но даже несмотря на МНП, мы испытываем большие сложности для смены. Деньги, время, неудобства, потеря связи. Таким образом, получается, что есть два ключевых элемента, которые важны для нас для построения стратегии. Этап развития рынка. Мы должны определиться, на каком рынке мы работаем. Что находится по оси Y. В этом смысле всегда очень важно. Пользователи такой-то услуги. Те, у кого есть автомобили. Те, у кого есть сим-карты и так далее. И, собственно, цена за переход. Она становится очень важной, особенно когда рынок уже поделен. И от этого можно попробовать строить стратегию. Кстати, интернет является растущим или зрелым рынком. Мы с вами много лет работаем на интернет-рынке. Каков он на сегодняшний момент? Цифры говорят о том, что интернет перестал расти так быстро. Если посмотреть на мировую статистику, то, в общем-то, рост замедлился где-то до 8, может быть, 7%. Если же мы реально исключим оттуда Индию, которая сейчас один из самых быстрорастущих рынков, то окажется, что рост еще медленнее. Если мы посмотрим на российский рынок, то мы увидим вот такой график, очень похожий на тот, который я вам показывал. И он характерен для растущего рынка. 65% населения уже в онлайне. Это 76 миллионов человек. И годовой прирост составляет где-то 8%. По большому счету, начиная с детей определенного возраста и до пожилых людей, мы можем сказать, что все пользуются интернетом. Последовательно будет происходить очень медленное увеличение с уменьшающимся темпом. Но еще раз подчеркну, аудитория не исчезнет. И по оси Y будут у нас расположены те, кто пользуется интернетом. Чтобы продолжить дальше рассуждение, еще небольшую вводную. У нас есть такой термин мясное или молочное производство. Каждый из нас, когда говорит о том, как устроен его бизнес, мы можем как бы ввести некие простые термины, которые определяют стратегию нашей компании. Расходы и доходы. Ну, собственно, два графика. Верхний график говорит нам о том, что доходы компании растут. Нижний график показывает нам, как растут расходы компании. Вообще правильная ситуация, это, кстати, очень простой управленческий отчет. Я его рекомендую каждому из вас делать. Его очень легко делает бухгалтерия. Ну, например, мы за предыдущий год выросли на 100%, а расходы выросли, то есть выручка на 100%, а расходы выросли на 50%. Дельта увеличивается, ну, здоровье компании хорошее. Значит, мы можем говорить, что бизнес растет, как мы пошутили, дает молоко. Собственно, два типа бизнесов. Первый классический, молочное производство, как мы говорим. Расходы растут, доходы растут, расходы растут медленнее. Дельта все время возрастает, и вы генерите прибыль, генерите кэш. На самом деле не все бизнес-модели пригодны к этому, но в общем очень часто такие компании называют стратегами. Компании, которые генерят настолько много выручки, что им достаточно ее для того, чтобы покупать других участников рынка, да и вообще, собственно, строить самостоятельную, сильную стратегию. Если же наоборот, наши расходы выше, чем наши доходы, вот эту вот заштрихованную линию кто-то должен закрывать. партнеры, клиенты, инвесторы, кто бы то ни было, кто участвует в этом рынке. Это никогда не может продолжаться вечно. То есть, либо эту компанию продадут, однажды на ней заработав, какому-нибудь стратегу, либо она должна выйти в плюс. Вообще, многие инвесторы рассчитывают именно вот на эту модель. То есть, когда расходы с доходами сравняются, и в дальнейшем компания начнет генерировать прибыль. Как мы шутим, мясо-молочное производство. Ну, такой небольшой фундамент о том, как строится рассуждение. Ну что ж, теперь мы располагаем как бы некими вводными для того, чтобы построить следующее рассуждение. Как нужно строить стратегию компании на растущем и на зрелом рынке? Если мы говорим про растущий рынок, получается, что вообще-то кризис для нас не важен. У нас есть вот, собственно, три основных графика, на которые будем смотреть. Этап развития рынка, наличие свободных клиентов, ну и, собственно, по какой модели наша компания работает. Итак, растущий рынок. Нам не важен кризис. Наша задача, как можно больше пирога умудриться получить. За счет денег, привлеченных денег. Кстати, растущий рынок, пожалуй, это единственный рынок, на котором инвесторы готовы давать деньги. Потому что они видят, что рынок растет и можно получить большую часть пирога. Задача – максимально увеличить долю на рынке. Кусок пирога должен быть огромным и никто не мешает завоевывать его. Самый главный, наверное, момент – не втягиваться в конкуренцию с другими участниками рынка, потому что все свободно. Не нужно конкурировать с соседями. Нужно конкурировать за клиентов. Растущий рынок прощает очень много ошибок. Мы с вами проработали на интернет-рынке уже больше 10 лет все вместе. Наверное, уже больше 15. И всегда мы с вами работали на очень быстро растущем рынке. К нам всегда приходили новые клиенты. И это прощало нам ошибки. Мы могли не сохранять долгое отношение с ними, допускать какие-то ошибки в коммуникациях или ошибки внутри бизнеса. То есть зачастую тратить больше, чем мы зарабатываем, экспериментировать. Рынок становится зрелым, и это накладывает на нас с вами существенные изменения по построению бизнес-модели. Как бы мы должны ее строить с точки зрения принципов управления компанией на зрелом рынке? Во-первых, рынок уже поделен. И мы боремся не за новых клиентов, которых ничего нет, а мы должны бороться за тех, у кого есть уже информация, которые работают с тем или иным продуктом. И мы должны следить за конкурентами, точно формулировать свои отстройки от этих конкурентов. Необходимо повышать качество обслуживания и в рамках этого выстраивать длительные, долгосрочные отношения со своими клиентами. В результате у вас должен формироваться некий пул постоянных клиентов, с которыми вы живете, работаете, потому что рынок уже не склонен прощать существенных ошибок. Есть такое ругательное слово РППУ, заработок на одном клиенте. Задача его увеличивать за счет дополнительных сервисов, услуг, доп. продаж, технической поддержки, каких бы то ни было составляющих, которые вы можете предложить своей клиентской базе. Вообще есть задача и конкурировать со своими соседями по рынку. Но в первую очередь за счет качества. Уже не за счет цены, не за счет демпинга, а за счет качества обслуживания и построения отношений. Зрелый рынок требует от компании новых подходов. Кстати, один из самых важных моментов, если мы следим за этой дельтой, это следить за выручкой. Рынок поделен. И если, например, возникает ситуация, что рынок начал падать, выручка начала падать, то вы должны уменьшать расходы. С Костей Коньковым, нашим финансовым директором, мы как-то обсуждали вопрос, если на зрелом рынке происходит падение на 20%, значит, нужно на 20% уменьшить расходы. Костя говорит, а как уменьшить на 20%? Их просто надо уменьшить на 20%, за счет чего выбор уже в общем за вами, потому что пересечение этих линий не сможет продолжаться долго. Может оказаться, что вы не справитесь с ситуацией в дальнейшем. Это могут быть сокращения людей, что крайне редко, кстати, бывает, офисы, расходы, какие-то другие составляющие, но тем не менее ситуация должна контролироваться. На зрелом рынке, я бы, наверное, сказал, что можно построить три основных стратегии для компании. Наверное, первая стратегия – это бороться с конкурентами, качеством, коммуникациями, сервисами и так далее. Увеличивать средний чек, то есть научиться больше зарабатывать на той клиентской базе, с которой вы сегодня работаете. Но есть еще одна очень любопытная стратегия – это создание или трансформация продукта, трансформация рынка. Это, наверное, можно сформулировать таким образом, когда из известного продукта добавлением новых характеристик, новых качеств происходит формирование продукта, который с точки зрения воспринимается как новый, с точки зрения клиента. И тогда зрелый рынок может трансформироваться в растущий рынок. Трансформация рынка с точки зрения клиента. Продукт должен обладать новыми качествами, клиент должен воспринимать его как совершенно новый, он должен прямо отличаться и быть по ощущениям с точки зрения клиентом новым. И очень круто, когда удается сохранить при этом одно и то же название, например, автомобиль, но у него при этом появились какие-то новые характеристики. Я бы, наверное, отметил, что если посмотреть на историю рынков или на историю, которую мы видим каждый день сегодня в новостях, добавление одной или иной характеристики к продукту, уже хорошо нами известному, может трансформировать рынок в совершенно новый и позволить его переделить. Реально зрелый рынок продолжает свое существование, но рядом с этим зрелым рынком начинается бурный рост нового сегмента. Вы каждый можете вспомнить много примеров подобных технологий технологических революций. Ну вот, например, аудионосители. Все начиналось с пластинок. Через серию технологических изменений в последние годы трансформируется этот рынок уже в онлайн-проигрывание. Теперь достаточно купить Яндекс.Музыку для того, чтобы получить доступ ко всему пакету музыкального наследия, выбирать слушать то, что вам интересно. Хотя при этом чаще всего на всех этих носителях были записаны одни и те же мелодии. И мы очень часто их купили трижды, четырежды для того, чтобы послушать. В принципе, можно говорить, что добавление слова интернет или технологии к тем или иным зрелым рынкам позволяет их полностью переделить. Ну, посмотрите на рынок такси. Классический, традиционный рынок. И все называется так же, как такси. Ну, иногда называется там Uber. Но, тем не менее, функция сохранилась. С точки зрения потребителя все изменилось. Но буквально за несколько лет произошла, по сути, революция на классическом, не изменявшемся рынке. И так происходят изменения во многих сегментах, где удается добавить интернет-технологии и сделать их частью классического бизнеса. Сейчас много технологий, о которых говорят. Мы сегодня тоже будем о многих и говорить. Но хотелось бы, наверное, отдельно поговорить о, наверное, так сказать, искусственном интеллекте и о тех технологиях, которые с этим связаны. Много стали говорить о возможности передела сегментов. Мы много экспериментируем. Сегодня, кстати, коллеги будут рассказывать вам не только про Марту, но и про Мию. У нас появился на Западе очень интересный интеллектуальный бот, который должен вас будет любопытно заинтересовать. Что стоит за этим, за этой волной публикации, новостей и заявлений об искусственном интеллекте? Как устроены нейронные сети? Почему это создает такие возможности для бизнеса? И даже появляются вот такие заявления. Да, конечно, в них есть и пиарная составляющая, но тем не менее, когда топ-менеджеры такого уровня говорят о том, что возможно, существенные изменения это повлияет на весь рынок, да, что-то за этим стоит. Андрей Сибрант расскажет в презентации после меня о том, что такое нейронные сети и как это может повлиять на рынок. Очень хорошим примером являются автомобили. Классический рынок, поделенный рынок, у него есть динамика и он очень зависит от кризисов. Кстати, когда рынок начинает сильно зависеть от кризиса, это явный показатель того, что он все-таки зрелый по большому счету. Бензиновые, дизельные автомобили, разные функции, это не поменяло сам по себе рынок. Даже электрические машины не повлияли так сильно на рынок, как, скорее всего, повлияют автопилоты. То есть эта функция, появившаяся она в автомобилях, с точки зрения потребителя будет восприниматься как новый автомобиль. Вот автомобиль с автопилотом, который сам может парковаться, который может уезжать и приезжать, в котором ты можешь работать, он останется для потребителя автомобилем. Но, тем не менее, это будет новый продукт и начнется революция на рынке и полный передел. Могут появиться совершенно новые участники этого рынка. Собственно, трансформация зрелого рынка в растущий рынок это одна из самых главных стратегий, которые сегодня меняют мир. Одна из самых эффективных стратегий с точки зрения инвестора, по которой им удается поменять распределение ролей. Прямое конкурирование и прямая конкуренция достаточно сложная и медленная, а конкуренция технологиями всегда дает очень много плюсов. Эти изменения происходят независимо от того, хотим мы или не хотим. Но существуют некие изменения, которые видят и чувствуют наши клиенты. В чем это проявляется? Жизненный цикл информационных систем начинает очень быстро сокращаться. Если раньше клиенты полгода могли планировать, полгода выбирать, делать проект два, иногда три года, а потом открывать, то на сегодняшний момент это становится, в общем, невозможным с точки зрения клиентов. Целый ряд клиентов прямо формулируют короткий жизненный цикл. Собственно, здесь я встречался с одним из таких клиентов компанией Лента с их IT-директором и очень интересно, он сказал, нам нужно три месяца на запуск первого проекта. Три месяца после этого мы начнем дальше дорабатывать проект, развивать его и после этого запустим следующий. И, собственно, так и случилось. Первый проект Лента открыла вместе с компанией Корус Консалтинг с Линвенда на базе один из битрикс управления сайтом, они открыли интернет-магазин за три месяца, интегрировали его со своими информационными системами и сейчас в процессе эксплуатации занимаются его развитием и доработкой и уже формируют планы на следующую короткую итерацию. И этот цикл, он влияет на каждого из клиентов. Это не вопрос желания или предпочтения этого IT-директора, а необходимость для компании очень быстро меняться вместе с изменениями рынка. От компаний-разработчиков ждут более готовых решений, от компаний-партнеров ждут более качественного консалтинга, быстрых темпов и построения зачастую нового производственного цикла с короткой первой итерацией на запуск и с доработками, последовательными доработками по мере того, как вы начинаете работать с клиентом. Несколько слов, наверное, стоит сказать о том, как устроены мы. Собственно, я рассказал вам эту логику, этот фундамент, потому что зачастую мы рассуждаем у себя внутри так. Мы, построив некую логику рассуждения о кризисах, рынках, взаимодействиях участников, собираемся раз в полгода и рассуждаем. Итак, управление сайтом. Это зрелый рынок или нет? Да, если мы посмотрим по оси Y, число веб-сайтов в общем принципиально не растет. Если мы посмотрим на число доменов, то тоже динамика говорит о том, что скорее рынок склонен к стабильности. Размеры интернета аудитории. То есть какой бы мы критерий по Y не выбрали, то мы можем говорить, что управление сайтом это зрелый рынок. Значит, к нему характерны стратегии и требования, которые применимы для зрелого рынка. Согласен. Если мы посмотрим на Bitrix24, он включает в себя довольно много продуктов самых разных. Там, например, есть диски, достаточно зрелый рынок, есть календари, почта, давно уже зрелые рынки. Но есть и видеозвонки, есть документы онлайн, есть CRM. Я не буду рассматривать все сегменты, наверное, скажу, пожалуй, пару слов о рынке CRM. Почему на этом рынке вообще такая высокая активность? Ведь рынок очень древний, по большому счету ему уже 20 лет в обед. Но тем не менее, если мы посмотрим по оси Y, то это число компаний, у которых реально внедрена CRM, окажется, что компаний еще очень мало. То есть рынок по большому счету свободен и нельзя говорить о его зрелости. Я склонен думать, что большие изменения на рынке CRM в первую очередь связаны с тем, что изменилось качество CRM. Это все еще продукт, который мы называем CRM, но за ним уже стоят другие функции. Автоматическое ведение, очень много автоматизации, очень много простых элементов. Сильно упала цена. Раньше, в общем, от 600 долларов начиналось рабочее место, а сейчас это очень доступные цены, существенно расширился рынок. И цена, и качество продукта изменились, и мы можем говорить о том, что все-таки мы можем и работаем с очень растущим и очень быстро растущим сегментом. Ну или, например, рынок коммуникаций с клиентами. Этот сегмент я тоже склонен считать очень быстро растущим. Открытые линии, онлайн чат на сайт, работа через социальные сети, мессенджеры, вайберы, телеграмы, обратный звонок, целый блок коммуникаций, меняющихся между компанией и между клиентом. И на этом рынке тоже ожидаем огромной революции. Таким образом получается, что два продукта, каждый из которых работает и находится на разных этапах развития рынка. И для них характерны свои стратегии. Но, собственно, исходя из нашей же логики, мы рассуждаем таким образом, добавляя новое качество из Bittrex 24 в управление сайтом, мы можем сделать и этот рынок растущим. Мы добавляем в управление сайтом те инструменты, которые быстро растут. Онлайн коммуникации с клиентом, открытые линии, онлайн чат, обратный звонок, CRM формы, масса других инструментов, и это становится частью теперь платформы по управлению сайтом. И за счет этого мы трансформируем рынок, создавая новое качество. И у наших партнеров появляется очень видимый, очень понятный инструмент для того, чтобы прийти к клиенту и сказать, посмотри, это совершенно другой продукт, его можно по-другому использовать и по-другому построить и сайт, и коммуникации с клиентом. Так мы рассуждаем, добиваясь изменениям на своих рынках и рассказываем о том, как строится наша логика для того, чтобы вы могли построить стратегию своей компании, выработать ее и научиться коммуницировать с клиентами. Кстати, хочу отметить, что вообще построение отношений и логики принятия решения о проекте на базе, вот, например, такого фундамента, когда вы с клиентом прописываете и строите вместе с ним стратегию изменения его рынка, делает вас для клиента не просто технологическим партнером, вы помогаете ему действительно произвести существенные изменения на рынке и стать постоянным его клиентом. Мир очень быстро меняется, и это требует быстрых изменений для нас. Меняться нужно быстро, меняться нужно для того, чтобы всегда работать на растущем рынке, для того, чтобы работать независимо от кризиса. В определенном смысле хотелось бы строить свой бизнес и свою стратегию таким образом, чтобы в любой момент не опасаясь каких-то внешних процессов на рынке быть уверенными в том, что вы приносите пользу клиентам, и эта польза для них не только технологическая, но и консалтинговая, в том, что ваши продукты создают для них новые возможности и позволяют им выиграть свою конкурентную борьбу и стать совершенно новыми компаниями. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!